Я сейчас буду петь песню, которая там танцуется вот так, что-то там, ну какой-то танец другой, не самый резкий какой-то, но другой какой-то танец там, восточный. Спеть, станцевать, артистично прочитать стихотворение, сыграть любимую мелодию на музыкальном инструменте для этих детей не составит труда. На финале самого яркого проекта года собрались лучшие из лучших. «Радуга талантов» – так называется конкурс детского творчества, который уже несколько лет подряд проводит радиостанция «Лемма». В этом году претендентов на победу в два раза больше, чем в прошлом. На отборочных турах было свыше 100 участников, а в финале на сцену вышли 45 юных дарований. У нас очень компетентная жюри – это культурные деятели Приморского края, и я думаю, что они точно выберут нужных ребят. Хотя все дети талантливые, и кого-то выбрать будет очень тяжело, потому что действительно в этом году мы наблюдаем самородков. На плечи судей легла непростая задача – выбрать лучших из лучших в номинациях «Вокальное искусство», «Инструментальное исполнение», «Танец» и «Литературное чтение». Так как участников много, и самому маленькому всего три года, а самому старшему – 16, вокальное отделение разделили на возрастные категории. В младшей группе первое место заняла Екатерина Гаврилюк. Я пела дома, везде, потом меня мама отдала сюда. И каковы твои успехи? Мне мои успехи нравятся. В категории от 8 до 11 лет своими вокальными данными жюри покорила уже многим известная Ника Терентьева. Это уже как у нас традиция, всем нашим ВВ-группам здесь петь, то есть все наши, ну то есть наш коллектив. Маленькие дети, старшие, ну вот я тоже с ними. Папа сказал, без первого места домой не возвращаться. Невероятное впечатление на судей произвела 9-летняя доцентка Алена. На сцене она чувствовала себя уверенно, так как регулярно принимает участие в спектаклях Приморского Мариинского театра оперы и балета. Дети удивляли жюри и публику не только вокалом, но и артистическими номерами. Буркатский Вячеслав исполнил песню про Шерлока Холмса и полностью вжился в роль. На сцене он превратился в настоящего детектива. Алена Калашникова также подошла к номеру творчески и спела песню акапелла, добавив немного прозы. Я начала уже увлекаться только народным пением. Оно у меня начало хорошо получаться. Я очень любила заниматься. Я дома каждый день пела. Ну в общем, сейчас я продолжаю свою, так сказать, маленькую карьеру. Следом за вокалистами на сцену вышли чтецы. Я хочу сочинить стежок, написать кук-курику и к нему еще строку. Не до разумения, не более, не менее. Ты понял? Не грусти напрасно. Плохо вам хорошее найдется. Ведь жить на свете так прекрасно. А между тем, еще на отборочном туре сердца всех членов жюри покорил Артур Золотов. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, непрекаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин, славный парень Робин Гуд. Мое мужское дело – это играть, читать всякие там, мультики смотреть. По словам его отца, сын сам научился читать еще в три с половиной года, а первый стих выучил год назад. Дочь учила стих про блокаду к Дню Победы. Ну, там очень длинный стих, там, за четверочетиши, наверное, 15. Вот он вместе с ней выучил. Жюри, без всякого сомнения, назвали Артура юным дарованием и наградили специальным дипломом. Также было принято решение написать про него в новогоднем номере газеты «Владивосток». Далее творческую атмосферу разбавило танцевальное отделение, а завершили конкурс артисты инструментального жанра. Остается добавить, что радио «Лема» продолжит добрую традицию, и уже в следующем году «Радуга талантов» вновь засияет новыми именами. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.